Это 46-е заседание Совета главных архитекторов России. Профессиональное сообщество действует в 1998 года, но впервые в качестве площадки для дискуссий выбрала Тамбов. Принимающая сторона оказала радушный прием, да и гости приехали не с пустыми руками. Статуэтку кентавру вручают тем политикам, которые оказали содействие Совету. Это потрясающая статуэтка кентавра, которая, как сказали, налицетворяет собой симбиоз чиновника и архитектора. У меня возник вопрос, да прости от меня в присутствующем зале, какая часть кентавра относится к чиновнику. Очевидно, что лошадь. Но потехе час, а для дела целый день, на повестке которого прикладные и весьма приземленные задачи. Одна из них – это закон об архитектурной деятельности в России, который точно касается всех присутствующих в зале. Самая главная задача Совета – это, как в той пословице, вместе с водой не выплеснуть ребенка. В пути оптимизации процессов, улучшения мы должны сформировать позицию по этим законопроектам для того, чтобы дать обратную связь федеральным органам госвласти о том, как воспринимаются эти задачи на земле. Внести ясность статус архитектора Минстрой планируют в течение следующего года. А пока у собравшихся есть возможность подумать, какими полномочиями должен обладать главный градостроитель, чтобы его слово имело более значимый вес. Архитектура – это тот облик, то, что мы видим с вами каждый день, что вокруг нас. И новые вызовы, новые реальности, мы понимаем, мы хотим жить в красивой, комфортной среде. Мы хотим выходить, видеть приятную атмосферу, благоустроенные города, скверы и так далее. И это как раз основная задача архитекторов. Правда, есть о чём поговорить и помимо законотворчества. Например, можно перенять опыт коллег из других климатических поясов. Дальний Восток отличается особым нравом матушки природы по сравнению с другими регионами России. Тут и знойное дождливое лето, и суровая зима. Но между тем, даже в таких непростых условиях, Хабаровскому краю есть чем похвастаться и чему научить. Главный проект, наверное, у нас – это город Комсомольск-на-Амуре. Город президентского внимания. Конечно, непросто там строить. В всей стране непросто строить. Даже в Москве и в Питере непросто строить. И в Тамгове тоже. Но в Комсомольске сложнее, потому что удалённость, меньше людей живёт. Трудовые ресурсы сложно сегодня поднимать на строительство. Но вместе с тем объекты строятся. Я надеюсь, что они будут очень хорошие. Сегодня архитекторы страны зачитывают свои доклады. В этих выступлениях лучшие практики, которые удалось воплотить у себя дома за год. А уже завтра состоявшиеся профессионалы встретятся со студентами. В ТГТУ они вместе устроят московой штурм. Активная мыслительная деятельность устремится на гектары за речной территорией Тамбова. У города уже есть идея, как её обустроить. Но, как говорится, одна голова хорошо, а много ещё лучше. Если говорить про заречную территорию, то самое главное, что с ней происходит, это что поставлена точка в обсуждении вообще судьбы этой территории. Решено, что застройки этой территории не будет. Ни общественной, ни деловой, ни жилой застройки. Эта территория отнесена к рекреационной зоне. А вот как эту рекреационную зону оживить, как вдохнуть жизнь в эту территорию, чтобы это не превратилось просто в очередной парк, пусть даже комфортный и хорошо благоустроенный, хотелось бы эту территорию наполнить смыслом. Поиску этих смыслов гости региона посвятят второй день своего визита. По словам главного архитектора области, Тамбовская страна от коллег ждёт не готовый проект, а пока лишь идея о том, как можно достойно использовать заречную территорию набережной на благо тамбовчан. Марина Корякина, Николай Иванов, Александр Кобзарёв. Область новостей.